Всем привет! Это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. И сегодня на обзоре хронограф от Orient с большой датой, модель TV-02-001B. Часы идут в круглом корпусе из нержавеющей стали с полным ПВД покрытием, черным. На задней крышке, которая у нас завинчивающаяся, информация о калибре, о водонепроницаемости и о материале производства. Да, водонепроницаемость 50 метров, это значит, что в часах можно мыть руки, принимать душ, но плавать уже нежелательно. И очень выпуклое стекло, посмотрите, минеральное, где-то на 2-2,5 мм, выпирает над уровнем корпуса, а под стеклом черный циферблат, усеянный буквально цифрами и рисками, метками различными, в нем можно, конечно, потеряться, но на самом деле тут ничего сложного нет. Минутная и часовая стрелка, достаточно тоненькие, со светно-ковидным покрытием, секундная, смещенная в районе 9 часов, вот она здесь, белая маленькая, центральная белая стрелка, которая сейчас стоит на 12-ти, это секунды нашего хронографа. Минуты хронографа в районе 6 часов, то есть секундомер вплоть до 60 минут может замерять временные отрезки, и также в районе 3 часов индикатор 12-24, который показывает нам, что сейчас пол первого дня, а не пол первого ночи. А в районе 12 часов, вы, наверное, уже заметили, у нас Big Date, большая дата, так называемая, и этот элемент многие часовщики делают именно для того, чтобы выделить календарь отдельно, а многие любители часов ищут именно Big Date, большую дату, чтобы четко было видно календарь. Дело в том, что при большой дате у нас используется, а точнее, задействовано два диска для первой цифры и для второй. Первый диск у нас от 0 до 3, второй от 0 до 9, и очень хорошо заметна работа большой даты, когда мы настраиваем ее. Давайте с настройки и начнем. Два положения головки, первое для даты, второе для времени. Можно тут начать как со времени, так и с даты, потому что здесь есть индикатор 12-24, но неважно, предположим, у нас сейчас вечер и 5 часов 7 минут, выставляем время. Возвращаемся на одно положение назад, на одно положение назад, и здесь мы крутим по часовой стрелке, меняем дату. Вот посмотрите, я кручу, меняется правый диск, а когда мы с 19-го переходим на 20-е, смотрите, оба диска меняются, оп, перескакивает и уже пошло 20-е, 21-е и так далее. Самое интересное, когда будет переход с 31-го на 1-е, 29-е, с 29-го на 30-е, и посмотрите, тут переход на 31-е, тоже меняются оба диска, тройка меняется на тройку, и дальше единичка тоже меняется на единичку, а здесь 0. Для чего я это вам объясняю? Дело в том, что раньше, когда был наплыв на рынок менее качественных часов, на многих подобных часах с большой датой, вы могли заметить такие числа, как 33, 34, даже там 40 было, то есть, конечно, таких чисел не существует, и просто не понимали часовщики, как сделать так, чтобы здесь с 31-е перелистывалось именно на 0.1, но это больше было, конечно, характерно для часов низшей ценовой категории или низшего качества. Итак, после настройки часов не забываем закрыть головку до конца, ну, а пользование нашим секундомером тоже предельно простое, запускаем на верхнюю кнопку, и обращаю ваше внимание также на то, что здесь секундомер измеряет время с точностью до 1-5 секунды, то есть, если вы заметили, между каждыми делениями, то есть, когда стрелочка проходит 1 секунду, она делает 5 маленьких прыжков, вот смотрите, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5, то есть, 5 маленьких прыжков, и мы можем остановить в любой момент, и вот видите, буквально один прыжок до 23 секунды она не доскочила, то есть, примерно, время было 20, получается 2,8. Сброс на нижнюю, ну и также здесь есть у нас сплит-функция, если вы бегаете кругами, нужно вам время круга узнать, но при этом основной отчет должен продолжаться. Нажимаем на нижнюю, смотрим, мы пробежали дистанцию за 9,4 примерно, на нижнюю же возвращаемся к измерению времени, останавливаем и сбрасываем. Под этим циферблатом у нас скрывается калибр KFC, и даже не думайте, у нас серьезный обзор, никаких шуток про куриные крылышки, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц, и питается он от батарейки 927. Примерный срок службы рассчитан на 5 лет, но, естественно, чем чаще будете пользоваться хронографом, тем быстрее она будет садиться. Также переходим еще к шкале тахиметра, которая позволяет нам измерять среднюю скорость движения, например, если вы включаете, запускаете ваш секундомер, проходите на чем-то, например, 1 километр, на машине, или на каком-то другом транспорте за определенное время, то как только вы этот километр закончили проезжать, вы нажимаете на стоп, и стрелочка остановилась между 150 и 160, это значит, что вы километр проехали примерно со скоростью 155 километров в час. А вот и светонакопитель, вы знаете, неплохой, несмотря на то, что тонкие стрелки и светонакопителя на них мало, но в целом время можно разглядеть, риски сделаны отлично, двойная на 12, и короткие на 3, 6 и 9, позволяют четко считать время. Конечно, минус в том, что очень тонкие стрелки, и на них плохо видно светонакопитель, особенно на камере, но вживую я вам скажу так, что стрелки видно хорошо, и время считать можно. А вот так, что будет выглядеть на руке, да, конечно, для меня уже немного великоваты, 53 миллиметра высота по ушкам и 45 миллиметров диаметр корпуса, и учтите еще, что тут головка и кнопки. Что касается толщины, то она у нас 12 миллиметров, сам-то корпус у нас тонкий, но, как видите, очень сильно выпирает стекло. Что касается ремешка, то у нас здесь очень интересный, текстильный, но при этом с кожаной основой, то есть, посмотрите, снизу кожа, сверху текстиль. По обхвату я застегнул на самую последнюю дырочку, тут дырочек не очень много, а точнее, они начинаются достаточно поздно, то есть, от 17 сантиметров до 22 сантиметров в обхвате. Вес часов при этом 65 граммов и они достаточно легкие. Часы отлично подойдут для спортивного стиля одежды и, конечно, собственно, для занятий спортом, потому что здесь у нас и точный хронограф, время, тахиметр, все под рукой. Как раз таки функционал этой модели считаю одним из главных ее преимуществ, наряду с большой датой и очень интересным текстильно-кожаным ремешком. Что касается минусов, то тут он один основной, это, конечно, выпуклое стекло, мне такие стекла не нравятся, это, конечно, на любителя, но мне нравятся больше плоские варианты. В целом же, модель очень достойная, отлично подойдет как для покупки себе, так и на подарок, особенно людям со спортивным характером и динамичной жизнью. В конце хотел бы узнать о ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте в комментариях под видео, также, если вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, но на этом все, всем пока!